Чупа-чупс невероятно крутые конфеты, и это не реклама. Просто логотип этим конфетам рисовал сам Сальвадор Дали. С вами профессор Гуглов, и прежде чем мы начнем, я хочу вас прямо сейчас попросить перейти по ссылке в описании. Это ссылка на мой второй канал, который называется Ренат Гуглов. Подпишись, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на этом канале. А вот сейчас мы точно начинаем. Поехали! А помните, в прошлом видео я объявил маленький конкурс? Так вот, самым внимательным был вот этот подписчик. Я поздравляю тебя! Именно он самым первым и нашел три эти лампочки. От пауков, пытающихся мирно жить в чьем-то ухе, до паразитических червей, поедающих мозг. Вот 8 жутких существ, найденные живыми внутри человеческого тела. Таракан Согласно отчету, опубликованному The New Indian Express, одна 42-летняя женщина жаловалась на странные ощущения в области носа, глаз и головную боль. Но оказалось, что боль была вызвана необычным недосыпанием. Причиной, по которой у женщины болела голова, был таракан. Это маленькое и не очень милое насекомое, которому, по-видимому, не важно, где он живет. Главное, чтобы это место было теплым и темным. Согласно тому же отчету, однажды женщина почувствовала, как что-то проползло внутри ее носа. Она попыталась вытащить это нечто, но ей это сделать не удалось. Тогда она обратилась в больницу медицинского колледжа Стэнли, где врачи обнаружили, что в ее черепе между глазами находится таракан. К счастью, эта история закончилась хорошо. Тараканы из черепа женщины извлекли. Паук в ухе Китайские СМИ рассказали о девушке по имени Ли Мэн, которая клялась и божилась, что ее наказали злые духи. Нет, это не история из Средневековья. Этот случай произошел в 2015 году. А дело было так. Ли и ее парень отправились в поход. Все шло хорошо, пока они не переругались. Девушка нашла дикие ягоды, растущие на чьей-то могилке. Ее друг сказал ей, что есть их очень плохая идея. И не только потому, что они растут на месте захоронения какого-то человека, но и потому, что они не знают, ядовиты эти ягоды или нет. Но Ли не обратила внимание на предупреждение своего бойфренда и съела их. Вскоре после поездки она начала слышать странные звуки, которые сопровождались болью в ухе. Когда шумы и боль возникли впервые, Ли подумала, что злые духи наказывают ее за то, что она съела дикие ягоды. Девушка пыталась исцелиться, читая молитвы. Но, как вы понимаете, это ей не помогло. Поэтому Ли пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи городской больницы города Сямынь выяснили причину странного недомогания Ли. Нет, демоны здесь были ни при чем. Во всем был виноват нежелательный гость, а именно маленький паук, который построил свой дом в ушном канале девушки. И ему так не хотелось оттуда выходить, что каждый раз, когда врачи пытались его вытащить, он агрессивно реагировал, в результате чего Ли Мэнг испытывала сильные боли. В конце концов, врачи, чтобы вытащить паука из своего нового жилища, использовали лекарства, замедляющие реакцию, после чего извлекли насекомые с помощью пинцета. Росток горохов легких. Врачи из города Брюстер, расположенного в американском штате Массачусетс, были немало удивлены, когда нашли в легких пенсионера Рона Сведена проросший там горох. 75-летний Рон долгие годы сражался с эмфиземой легких, но в один из дней его состояние здоровья стало резко ухудшаться. «Мне становилось хуже, замучил кашель, я стал вялым», рассказывает Рон. «Жена почувствовала, что мне нехорошо, и вызывала скорую помощь». Врачи провели рентгеновское обследование и выяснили, что произошел коллапс левого легкого. Рон в испуге подумал, что там у него начала расти опухоль, так как на снимках были видны какие-то небольшие уплотнения. Но врачи так и не смогли найти никаких доказательств рака. А когда из легкого взяли образцы на анализ, то обнаружилось, что там пророс настоящий зеленый горох. «Мне сказали, что в легкое попала гороховая семечка, которая там и проросла», рассказывает Сведен. «По размеру оно было где-то сантиметр с небольшим длиной». Врачи предположили, что Рон ел горох, подавился, и часть еды, что называется, пошло не туда. «Оно было достаточно маленьким, чтобы попасть в легкое, и достаточно большим, чтобы не выходить оттуда», говорит доктор, который прооперировал пенсионера. Сегодня здоровье Рона вне опасности, он уже поправляется дома. Зеленый зуб Продолжим тему растений, растущих в теле человека. У одного 36-летнего жителя Тайваня растение проросло не в легком, а в почти мертвом зубе. Испытывая сильную зубную боль, мужчина понял, что ему пришло время посетить стоматолога. И после того, как стоматолог извлек разрушенный коренной зуб, врач впал в шок. Из полости внутри зуба показался росток гуавы. Это странное открытие привлекло внимание других стоматологов и пациентов в клинике, что так смутило мужчину, что он поспешил как можно скорее покинуть ее. Однако врачу удалось сделать снимок его зуба. Позже эта фотография оказалась в интернете, где стала очень популярной. Мораль этой истории такова. Хорошо очистите зубы после еды. Рыба в пенисе С одним мальчиком из Индии пару лет назад произошло очень неприятное событие. Как утверждает газета The Daily Telegraph, однажды он чистил аквариум из себя дома. По какой-то причине мальчик пошел в ванную, держа в руке рыбу. Каким-то образом она смогла выскользнуть из его рук, после чего вошла в его уретру. Можете себе представить, какова была реакция мальчика на это? Вскоре он начал испытывать боль в пенисе и острую задержку мочи. Его сразу же положили в больницу, где мальчика успешно вылечили. После чего доктора и профессора больницы даже написали академическую статью, описывающую этот уникальный случай. Детеныш кальмара. Одна женщина была оплодотворена кальмаром, которого она пыталась съесть. Точнее, был оплодотворен рот женщины. Каким образом? А вот каким. Жительница Южной Кореи наслаждалась блюдом из нарезанного кальмара, когда неожиданно испытала острую боль во рту. После, описывая свои ощущения, женщина сказала, что почувствовала себя во рту каких-то клопообразных организмов. Она обратилась в больницу, где обследовавшие ее врачи обнаружили во рту пострадавшей детенышей головоногого моллюска, прикрепившихся к стенке ее рта, после чего им пришлось удалить их. Эти организмы были идентифицированы как сперматофоры кальмара, капсулы, которые содержат сперматозоиды и прикрепляются к телу самки кальмара. Или, в нашем случае, к женскому рту. Червь в мозге 50-летний житель Великобритании пришел в больницу, жалуясь на головные боли, судороги, потерю памяти и даже измененное обоняние. Докторам очень трудно было выяснить причину его недомогания. Им понадобилось 4 года, чтобы обнаружить в теле мужчины паразита и извлечь его. Представьте себе их шок, когда они извлекли из головного мозга пациента 10-сантиметрового ленточного червя, невосприимчивого к существующим лекарственным препаратам и считавшегося неуловимым. Причем червь не просто жил, но и активно передвигался в мозгу. С 1953 года было зафиксировано всего 300 случаев заражения человека этим червем. Обычно они паразитируют в телах земноводных и ракообразных в Китае. Реже ими могут заразиться собаки и кошки. В телах млекопитающих этот червь может достигать полутораметрового размера. Вероятнее всего, больной заразился паразитом во время посещения Китая. Однако, как именно это произошло, неизвестно. Но, возможно, он употреблял в пищу зараженное мясо или делал примочки из лягушек, которыми в восточной медицине лечат воспаление глаз. Как отмечают врачи, пациенту необычайно повезло. Червь мог нанести его здоровью значительно больший урон. Например, отложить яйца. Тогда его личинки питались бы тканями мозга. Ребенок. А сейчас я расскажу вам историю про беременного мужчину. Его звали Суаджу Бхагат. Он родился в Индии, и над ним всю жизнь издевались из-за его очень большого живота, из-за которого он выглядел так, как будто находится на девятом месяце беременности. При этом люди не догадывались, что они в чем-то были правы. Сан-Джу действительно был беременным. Точнее, в его желудке обитал его брат-близнец. Сан-Джу страдал крайне редким заболеванием. Плод в плоде. Когда во время внутриутробного развития близнецов одна облодотворенная яйцеклетка попадает внутрь второй, и, становясь паразитом, продолжает развиваться. У матери, таким образом, рождается только один ребенок. А второй плод продолжает существовать внутри своего брата-близнеца. На этом все, друзья. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Не забудьте подписаться на канал и написать комментарий под этим видео. Я все читаю. А теперь небольшой конкурс. В этом видео я спрятал три лампочки. Если вы их найдете и напишите время в комментариях, когда они появляются, то я упомяну ваше имя в следующем видео. Ты настоящий друг, а не поросячий хвостик, потому что ты досмотрел это видео до конца. Также не забывай подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного интересного моего видео. И прямо сейчас я тебя попрошу еще подписаться на мой второй канал, который называется Ренат Гуглов. На нем ты тоже найдешь много всего интересного. А самое главное, я там рассказываю о том, что сейчас будоражит весь интернет. В общем, подписывайся и сам все увидишь. Следующее видео уже завтра. Не забывай, пока!